Привет, мои хорошие! В этом видео будем говорить о моем подходе к одеванию своей фигуры, к пониманию своей фигуры, к постановке целей на фигуры. У каждого стилиста или у каждой определенной стилистической школы есть свои методики. Я немножко коснусь самых распространенных методов типирования фигуры по типам фигуры, как это на английском называется, body shape. То есть яблоки, груши и так далее. Чуть позже. А сначала я хочу объяснить о своем подходе, чтобы нам было понятно, каким образом мы будем работать с фигурой. Мой подход заключается в том, что я вместо того, чтобы подходить к фигуре стандартно, относить к вас к яблоку или груши, больше предпочитаю работать с целями по фигуре. Предположим, когда мы задумались о нашей фигуре, мы пришли к выводу, что нам бы хотелось, чтобы наша грудь была чуть-чуть побольше, скрыть животик и расширить плечи, предположим, если у вас узкие плечи. Это я называю задачей по фигуре. Естественно, когда мы говорим о фигуре, мы хотим какие-то свои недостатки скрыть и в основном, к сожалению, женщины концентрируются именно на недостатках. Вот у меня такой живот, я буду ходить в огромных бесформенных балахонах, чтобы этот живот было не видно. Я очень против такого подхода по той простой причине, что в этом случае вы, к сожалению, скрываете и все хорошее, что есть в вашей фигуре. Потому что ведь у вас есть не только живот, у вас при этом есть замечательные, красивые, роскошные плечи, красивая грудь или, предположим, очень стройные ножки. Но вы настолько концентрируетесь на своем животе, что прячете все хорошее и из вас получается огромное, толстое, бесформенное облако. Вместо того, чтобы показать свою фигуру таким образом, что про живот никто даже думать не будет, потому что там же такие ноги. Вот в этом и заключается мой подход. Мы будем акцентировать наши достоинства и таким образом перемещать фокус с недостатков на достоинства. И при этом будем пользоваться разными профессиональными трюками для того, чтобы правильно скрыть свои недостатки. То есть в случае с животиком мы обязательно покажем свои красивые ноги, сакцентируем их интересной яркой обувью. Или просто оденем платье чуть покороче или по колено, чтобы ножке было видно. Покажем наши ножки и при этом оденем одежду достаточно свободную для того, чтобы не акцентировать и не облегать наш животик. Вот в этом и заключается мой метод. Находим достоинства, находим недостатки, которые мы хотим чуть-чуть скорректировать, но на них не фокусируемся. Используем приемы в одежде для того, чтобы подчеркнуть достоинства и не фокусироваться на недостатках. И работаем с целями по своей фигуре. Акцентируемся на тех целях, которых мы хотим достичь. Если нам важно, чтобы мы выглядели чуть стройнее, значит мы будем использовать приемы, которые помогут нам этой цели по фигуре достичь. Теперь пару моментов по поводу яблок, груш, треугольников, квадратов и так далее. Я этой системой, да, пользуюсь, но не в том виде, в котором она изначально была задумана. То есть, что я имею в виду? С одной стороны, эта система очень логичная. Когда вы определили свой тип фигуры и знаете, что вы треугольник, то все становится достаточно просто. У меня две претензии к этой системе. Во-первых, эта система пытается все фигуры с помощью одежды привести к идеальной форме песочных часов. То есть, когда у вас ярко выражена талия, бедра, такая женственная, сексуальная, классическая фигура. Дело в том, что такая фигура уже не в моде. Дело в том, что такая фигура, может быть, и не нравится всем подряд. Может, вы и не хотите быть этими песочными часами, вас вполне устраивает свой прямоугольник. Тем более, что прямоугольник – это как раз та модная фигура, которая сейчас популярна. Все модели в основном прямоугольники, стройные прямоугольники, очень худенькие прямоугольники. Или перевернутые треугольники, то есть, когда плечи шире бедер. Это две самые распространенные модельные фигуры. То есть, не факт, что вы стремитесь к этим песочным часам. Плюс, как я уже заметила, такая фигура уже не совсем в моде. Мода немножко изменилась. Сейчас в моде скрытая сексуальность, неярко выраженная народчатая сексуальность. Поэтому это дело вкуса. Хотите быть песочными часами, обязательно мы вас песочными часами сделаем. Не хотите – не нужно. Это моя первая претензия. Вторая претензия, что это слишком общий подход. Не все хотят, если вы перевернутый треугольник, не все хотят исправлять широкие плечи. Широкие плечи на самом деле очень в моде. Есть, например, известные актрисы, такие как Деми Мур, Рене Зелвернгер, которые своими широкими плечами гордятся и всячески их подчеркивают. То есть, такое вот деление, типирование на перевернутые треугольники и все остальное обязательно заставляют вас эти широкие плечи минимизировать. Поэтому мой подход работы с определенными целями по фигуре намного более гибкий. Он намного более индивидуальный. Вы будете делать из себя то, что вы хотите сделать, а не то, что принято по стандартам. С другой стороны, этот подход по типам фигуры может вам в чем-то помочь. Если вы примерно знаете, какой тип фигуры чем отличается, и мы сейчас по этому поговорим, вы можете погуглить и найти советы. Если у вас в целях стоит то самое, чем такая фигура отличается, погуглить этот тип фигуры и найти там вполне практичные советы, которые вы можете применять. Например, вы считаете, что ваши плечи слишком широки. Зная, что перевернутый треугольник – это как раз тот фигур, который работает с широкими плечами, гуглим перевернутый треугольник, находим советы, как минимизировать плечи. Если, например, вы недовольны своим животиком, вам можно погуглить фигуру яблока, потому что яблоко отличается как раз тем, что животик и зона талий – самая широкая часть этой фигуры. То есть мы не относимся в себя к яблоку, не начинаем страдать и плакать, потому что мы яблоко. А вот, например, я не яблоко, я прямоугольник, достаточно уже такой широкий прямоугольник, и у меня, да, после рождения троих детей есть живот, который, к сожалению, там. Я использую приемы от яблока, хотя яблоком не являюсь. То есть, да, мы используем это типирование гибко. Итак, главные параметры всех типов фигуры – перевернутый треугольник, узкие плечи, широкие бедра. Узкие перевернутый треугольник – это узкие бедра, широкие плечи. Если один из этих компонентов в вашей фигуре вас не устраивает, вы можете брать идеи оттуда. Яблоко – наша талия, самая широкая часть. Груша или треугольник – это когда у нас широкие бедра. То есть, если мы хотим сузить наши бедра, визуально их немножко убрать, мы можем пользоваться советами для груши или треугольника. Прямоугольник, стройный или широкий – это когда фигура примерно ровная. Нет ярко выраженной талии, нет бедер, которые шире плеч. Фигура достаточно ровная. А кого я еще забыла? Значит, яблоко, груша, прямоугольник, перевернутый треугольник. Кто же у нас еще? А, и песочные часы. Песочные часы – это фигура женственная, стандартная, когда у нас хорошие плечи, потом идет сужающая талия, а потом она переходит в бедра. Это классическая женская фигура, которая считается идеальной, хотя уже не в моде. Если я вас огорчила, я очень извиняюсь. Вот такой у меня подход. Надеюсь, это понятно. В следующем уроке мы начнем говорить про визуальные иллюзии. Те оптические иллюзии, которыми мы можем пользоваться, одеваясь и менять свою фигуру, используя их. До следующего раза. Пока!